Голод жены из спальни. «Где ты, мой принц?» – голос мужа из туалета. «Тут я, моя принцесса, на белом коне». Читал внучке сказку о рыбаке и рыбке. Ребенок спросил, а почему он другую бабку у рыбки не попросил? Решила, замуж не пойду. За одного выйдешь, остальные обидятся. Мужчина в магазине спрашивает у продавщицы. «У вас мыло продается?» «Продается, но осталось только яичное». «Жалко. Я хотел полностью помыться». «Милый, возьми сумку и сходи в магазин». «Не мужское-то дело по магазинам ходить». «Тогда раздевайся, иди в спальню». «Уже пошутить нельзя. Где сумка?» «Кукушка, кукушка, сколько мне жить осталось?» «Да фига, иди работай». Решила приготовить мясо в вине. После второй бутылки перестала понимать, что я вообще делаю на кухне. «Съела бутерброд и выпила чашечку кофе у Домодедова». «Мужу скажу, что цыгане обокрали». «Приходит Маша в первый класс». «А ты считать умеешь?» «Интересуется учительница». «Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь». «А дальше знаешь?» «Восемь, девять, десять, валет, дама, король, туз». «Доча, почему опять у тебя в комнате бардак? Посуда детская разбросана, куклы валяются не пойми где. Мам, мы в пьянку играли, они бухие, не трогай их, утром уберу». «Будете хорошо работать, я вам в феврале зарплату повышу». «Да вы достали уже, зарплату не платите, но все время повышаете». «Будете хорошо работать, не трогай их, не трогай их, не трогай их, не трогай их, не трогай их».